привет друзья мы с вами начинаем новый выпуск который называется наизнанку и мы его проводим в доминикане где солнце море пляж сегодня у меня в гостях очень долго ждали этого выпуска многие сандугаж садыкова топ лидеры французской компании сетевой мы как бы здесь сетевиками общаемся и сегодня я задам как вы помните по традиции удобные не очень удобные вопросы разговор у нас всегда открытый я вот люблю и мои гости любят общаться знаете как будто пришли домой на кухню чай заварили да и по душам разговариваем как есть говорим как есть вот поэтому да поэтому будьте готовы для себя почерпнуть много полезной информации и я как обычно заготовил и сейчас мы начнем передаю микрофончик сандугаж и задам а кстати давайте задам вопрос да а потом тебе передам и так команд поехали мой первый вопрос как жила до сетевого знаю что было не очень радужно поэтому можешь поделиться как было хорошо ну во первых всем привет холла из доминиканы здесь райское просто наслаждение только баунти не хватает пальмы песок солнце жара мне кажется это мечта любого человека попасть особенно в середине февраля с зимы сразу в лето я с астаны с города астаны сейчас это переименовалась этот город у нас он называется нур-султан вот ну и наверное знаете это северный регион там холод лютый холод даже вот сегодня дочь писала что мама у нас штормовое предупреждение наверное школу будут отменять до радуется пишет мама классно а у нас тоже здесь классно потому что мы здесь загораем отдыхаем и буквально вот ты мне задал вопрос что я делала до сетевого какая жизнь была жизнь была жизнь была ну я не скажу что она была плохая но она не была на этом уровне как сейчас жила я обычно как как и все где-то хватало где-то не хватало ну как и наверно в казахстане у нас все-таки 80 процентов населения живет на зарплату и я также жила на зарплату зарплата это какой-то один оклад которого не хватает ни на что да ты туда тянешь тебе сюда не хватает сюда тянешь туда не хватает естественно об путешествиях не было и речи потому что путешествие нужно покупать самому когда ты работаешь на обычной наемной работе это не то что сейчас мы например компания нас бесплатно премировала в такое шикарное путешествие в доминик в доминикана это другой континент 12 часов перелета ну понятно да что из зимы как ты попадешь в лето если это не будет очень далеко и соответственно это естественно это же расходы а если ты работаешь на основной на обычной работе тут и в любом случае ты не потянешь такие расходы и поэтому я жила обычно но я всегда хотела жить хорошо возможно нас сейчас будут смотреть люди которые задумываются прийти в сетевой маркетинг и знаете ребята я хочу сказать что вы не просто так задумываетесь я так думаю что любой человек хочет поменять свою жизнь жить хорошо и я была в их числе я пришла в сетевой маркетинг просто чтобы побольше зарабатывать просто я не рассчитывала тогда не на путешествие не на машину не на квартиру я просто пришла в этот бизнес чтобы заработать каких-то хотя бы дополнительных 50 100 тысяч тенге и вот как видите сетевой приходит не от хорошей жизни да чтобы заработать денег и на сегодняшний день это топ лидерство это вот такие поездки и что меня радует что мы же делаем только-только первые шаги наша компания ну то есть перспективная она у нас еще молодая и поэтому не только мы но и те люди которые придут к нам сейчас и даже через пять лет будут в наших рядах я в этом уверена слушаю знаю историю ты рассказывала хотите подвести к ней что когда-то вы там строили дом да и что там были лютые холода морозы а у вас даже не отделки там окон что не могу там для вас уже немножко об этом это может быть не очень приятно я понимаю но многие люди на самом деле как бы нам не печально это было но живут в таких условиях как бы когда как вот мир зарплата да и нужно выживать не то что куда-то что-то а выживать да такая похожая история да 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 если ты вот поделишься еще многие люди знаешь они смотрят когда на меня например сейчас они же не не знают мое прошлое мне с одной стороны как-то знаете иногда вот ну как-то неудобно даже плакаться и вот это все рассказывать как будто я лишнюю слезу выбиваю у людей там чтобы ну да может быть кто-то сейчас увидит себя во мне как тогдашнюю да да было сложно очень сложно мы строили дом ну смотри когда у тебя есть просто оклад как ты построишь дом ты должен быть у тебя лишь либо должен быть какой-то бизнес либо почему мы строили дом потому что но у нас не было другой альтернативы мы не могли купить квартиру а дом строить его как-то можно по частям да потихонечку но вот представляешь казахстанскими деньгами 100 тысяч тенге как на него ты будешь вообще что-то у тебя будет откладываться там но ежемесячно на какие-то материалы наш отделка дома она очень дорогая допустим да ну вот вообще все дорого когда ты строишь дом и поэтому мы как сделали мы поставили каркас и на первом этаже в одной комнатке значит просто гипсокартоном все как как она называется обклеили как или прибили и вот так мы жили четыре года воды не было до воды не обрадовались для тебя это для матери было как вспомню такое заше ощущение вот я сейчас вспоминаю да это вова его думаю боже мой как я выжила вот как так мне же вообще геройство надо давать я не знаю за то что я выжила выживала в мирное время в таких экстремальных условиях ни воды не было временами света не было интернета там потому что смотри вроде бы это город астана но это такой знаешь отшиб это такой далеко от астаны и туда еще коммуникации не проведенные и поэтому мы там смогли купить кусок земли потому что это было дешевле намного вот и я сейчас вспоминаю я думаю мамочки я бы если бы вернулась назад наверное я бы не выжила честно это конечно сыграло там и молодость и какой-то может быть энтузиазм максимализм может быть ну естественно это было четыре там сколько три четыре года назад естественно я была чуть-чуть другая и да и деваться некуда было куда дети маленькие и я помню что настолько припекло я так устала от этого частного дома что мы печку там топили и воду таскали вот как советское время вот это флягами и да 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 баклажками да 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 и я не могла из дома еще выйти никуда почему даже на работу не могла пойти почему потому что дети тогда маленькие были а в этом частном доме нужно с ними сидеть и в садик что-то не могли мы как-то отдать в общем не буду я туда углубляться и я помню когда мы я уже супругу сказала давай поменяем наш дом на квартиру пожалуйста я уже не могу а почему мы до этого не меняли потому что он не хотел он говорил я собственными руками построил дом да я хочу его закончить тем более дом то хороший сам по себе был это два этажа это 230 квадратных метров но у нас не хватило финанс лямку там и тянули понимаешь чтобы дом строить нужны очень большие финансы и в общем вкратце расскажу что мы потом поменяли на квартиру и когда мы в квартиру приехали у нас же вода была другого качества плохого которая со скважины как бы до техническая и дети увидели гид мама какая вода белая и тогда я села я села прям очень горько заплакала и вот в тот момент я решила что я все вот сейчас есть какие-то стены более-менее уже в чистоте как бы я уже вновь нужно заходить сетевой маркетинг и что-то предпринимать и вот я увидела нашу компанию начала слава богу что знаешь вот говорят у казахов есть такое выражение что бог тебе не дает испытаний которых ты не можешь преодолеть вот видишь он все я преодолела преодолелись семьей из этого выкарабкались если бы я не увидела возможно ту сторону жизни я бы не оценила эту и поэтому я своей команде всегда говорю ребята вы не думайте что я такая свалилась с неба у меня были даже моменты жизненные похуже это на самом деле так у меня есть команде девочки у которых есть квартиры машины более они лучше живут чем тогда я но в то же время они плачут что очень тяжело не могу то все все познается да 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 вот такая история мой следующий вопрос был такой что почему пришла в сетевой именно ты принципе рассказала да нет хорошей жизни увидела возможность за лучшей жизнью так скажем люблю эту фразу очень мне когда-то алекс сказал что учитель приходим на тогда когда ученик готовится в этом да когда он готов принципе наверно поэтому так и получилось значит мы перепрыгиваем вопросы мой следующий вопрос будет следующий почему ты оставила любимую работу и что послужило такому выбору я знаю что ты номинированы там расскажи ты любимой работы до до частного дома который в котором творились вот эти страсти фильм ужасов у меня в принципе хорошая работа у меня высшее образование работала я на очень хорошем месте я вообще радиоведущая профессиональная да я на телевидении работала до этого дома это 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 когда мы дом начали строить это я вот как-то выпало из жизни на четыре года а так в принципе я всегда вращалась в социуме меня ценили со мной хотели работать а кстати еще режиссер дубляжа у тебя же там какой-то фильм и да там озвучиваешь да 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 я лучший голос рассказываю людям вообще интересно думал я же на лимб свалились люди как бы когда круто какой-то дали мне да номинацию лучший голос бизнес там или когда у них крутая профессия сетевой вообще им это не надо вот на работе да 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 у тебя номинирование фильм озвучивала да во мне очень много даже сейчас приглашают и я чувствую что я умею это делать я люблю это делать но сейчас я как бы понимаешь хобби как как сказать хобби но время это деньги у нас к сожалению не так платят как в голливуде за фильмы за озвучки брэдом питом анджелином джоли ну тогда можно было бы рассмотреть а сейчас я все-таки пытаюсь приоритет направить на эту работу так как мне здесь интересно уже я в принципе занимаюсь тем же самым сейчас здесь вещаю да я в принципе занимаюсь тем же самым кстати до этого бизнеса я была в другой сетевой компании вот там то и я набрала хорошо опыт но так как я была новичком а сетевой маркетинг это все-таки не молниеносно зарабатывается сетевой маркетинг это все-таки не быстрые деньги это большие деньги но не быстрые и я все-таки свою черновую работу отработала там в той компании набралась опыта да набралась как его но прокачала да 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 негатива там негативничала очень много ну как и все новички вот но сюда я пришла уже целенаправленно чтобы сделать результат как этого вопрос забыла ну что послужило что ты была работать и оставила а до известила вот эти чаша весов многие как бы тоже что кто-то работает да и и думают или сетевой или бизнес или работа как теперь ну вот на той работе ой то есть в той компании я совмещала со своей основной работой у меня все-таки была гордыня что ой сетевой это не для меня но все же я чувствовала что там что-то есть но я не отдавалась полностью в этот процесс и себя я до конца не видела в сетевом маркетинге вот в этом была моя ошибка и поэтому и деньги то не заработались большие просто готовилась бессе к чему я веду смотри и там я совмещала составной работой а потом я поняла через некоторое время еще вот этот дом когда строительство подошло что я упустила свое время я поняла что мне надо было вовсю пахать и тогда наверное бы я и на дом заработала что же я такая вообще ну почему я упустила момент я же все равно там была я все равно сетевом маркетинге работала че я маралась надо было по полной этим заниматься и вообще у меня рекомендация зашел ну чё 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 мараться ну надо это делать конкретно или ты делаешь как в сексе да ты как бы либо до конца либо вообще не пробуй правильно нужно нужно прям вот полностью полностью отдаться этому бизнесу тогда начнет получаться быстрее я не скажу что сразу но быстрее по крайней мере это будет вот и тогда да чаша весов уже перевесила уже через нет нет доходов которые начала получать или как бы ты еще одинаково получал или меньше и решила доходов вначале все было да весе когда пришла доходов вначале не было но доходы они у меня были уже в голове то есть все таки на работе основной зарабатывала больше но приняла решение что ты отдаешься полностью в сетевой я знаешь как я хитро поступила я работала на своей основной работе но я там начала халтурить на основной работе страшно халтурила у меня был телефон я выходила в эфир вроде что-то говорила но приходила без подготовки потому что у меня все время уходила на мой бизнес я поняла что здесь я заработаю больше а это такой перевалочный пункт где пока мне на там на ежедневное какие-то до пропитание там на чай на май сегодняшние какие-то вот и как уже когда здесь я стала зарабатывать в два раз больше на я же на пятом месте бриллиантового директора открыла где-то на через три-четыре месяца я вперед бегу да 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 сетевика не остановишь начнет разговаривать вот но в общем вот так а регалии да у меня есть лучший голос я вообще двуязычная и русский у меня получается и казахские вообще казахо язычная ведущая но на русском я тоже у нас в казахстане у нас кстати дефицит если у нас на русском говорит в микрофон человек то он на казахском он не умеет а если на казахском то на русском не умеет или он да вот смотри или он умеет но микрофон это такая вещь она цепляет сразу же акцент ну да там все вроде вот так разговариваешь когда акценты муж не слышит но микрофон он прям знаешь вот хватает именно тебя за живое твои минусы давай так что сейчас посоветуешь когда люди взвешивают каким вот один основной момент который позволил тебе уйти с твоей работой и перейти полностью сетевой вот что ты скажешь ну человеку который сейчас в таком же положении вдруг находится ну мне естественно понравилось что компания только-только делает первые шаги в принципе я пришла не когда компания была там прям новая 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 а когда ей было уже пять лет вот ну знаешь сетевой бизнес это сетевой маркетинг он чем старше компания тем лучше в принципе потому что это становление до с одной стороны да то есть это уже компания осваивается на рынке то есть это узнаваемость стабильность дает до 20 лет спокойно можно заходить и это будет считаться что это новая компания сетевая но до пяти лет но везде это написано и это реально доказано практикой что до пяти лет это опасно потому что может ну еще не понятно как компания себя поведет на рынке вот у нее кризисы да и ты и тебе будет обидно что ты например может быть потерял даже твои какие-то полгода или вот понимаешь ты делаешь делаешь ты на перспективу работаешь на пассивный доход в общем нужно известить и принять решение момент главный что мне понравилось биоси мне понравилась натуральность продукта я пришла из-за продукта тоже я себя поставила как потребитель будут ли потом люди спрос будет на этот продукт я поняла что да мы же по себе меряем мы по себе меряем вот мне мне нравится я раньше знаешь что делала настолько хотела что-то натуральное маски накладывать я брала этот огурцы до огурцы потом клубничку размешивала еще что-то и вот типа я натуральная у меня и когда я увидела состав что здесь нет парабенов и силиконов мы все грамотные люди мы знаем что такое парабены и силиконы да и все у меня прям щелкнула что я здесь смогу сделать большой бизнес прям сделать конкретной такой с пассивным доходом и больно тоже зону скажи пожалуйста как ты считаешь что для сетевика вообще важно вот и сетевик что для тебя важно бизнес и вообще в этой индустрии а можно сузить чуть-чуть вопрос что важно 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 маркетинг развитие признание деньги продукт этому вот для тебя как для сетевика да ты же сетевик правильно что для тебя важно вот в нашей индустрии в целом все важно но там наверно если там на первое второе третье место допустим признание признание это прям все самое главное потому что я все-таки же видишь я была мединой мединым человеком я выходила в прямые эфиры я ну более-менее узнаваемая я и на республику выходила я и утреннюю программу вела казахскую таншо пан это утренние вот как доброе утро на орты а у нас это таншо пан вот и ну в эту профессию же не просто так пришла я когда-то туда пришла на эту профессию потому что у меня душа этого требовала то есть признание еще и как женщина наверное женщина женщины любят женщины любят да все женщины причем любят даже какие которые отрицают но кто-то превращает это в профессию как я когда-то мало оплачиваю а кто-то все время хочет признание признание хочет 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 и кстати если вы хотите признание то приходите сетевой маркетинг на основной работе я поработала может быть люди думают что на телевидении на радио такой кайф и вот рай вот он вышел его показывают да там денег мало я же говорю что если бы это был голливуд может быть там что-то по-другому я не знаю как там но у нас это совсем ну как средняя заработная зарплата это обычная за это класс ты хоть и на телевизоре но это средний класс да причем же может даже не среди ниже причем если ты на телевизоре люди смотрят и думают что ты много зарабатываешь ты богатая стереотип да почему-то на самом деле это обычная зарплата 100 тысяч тенге получала нет ну конечно я и там могла бы может быть ну не знаю на тот момент у меня прям не было таких супер амбиций и я прям не стала супер-супер знаменитой ты же как бы все равно там была голос казахстана да премия регалия определенные то есть ты не просто радио ведущих которые такое регалии были тоже как бы профессионал ну да да соответственно тоже по карьере как бы поднялась но денег денег было мало но чтобы у нас подняться по карьере и получаете еще больше это нужно быть как минимум роза ирымбаева я к этому веду что я не стала роза ирымбаева 2 да вот и потом ям я тоже не хотел у нас смотри как у нас шоу-бизнес он это он как-то в основном на корпоративах они выступают а меня напрягают эти корпоративы может быть вот это и была причина что я прям то есть тамада да 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 я вроде бы ведущая говорю вроде бы но я не шоу вот ведущая чтобы все-таки больше зарабатывать наши все медийщики они колымет на свадьбах на вечеринках на корпоративах и тем самым они зарабатывают да хорошо и хорошие деньги да хорошие деньги но я не смогла поэтому я сидела на голом окладе слушает вот это следующий вопрос в компании ты не росла несколько месяцев да вот в наши когда пришла и я понял было даже такое что ты лени там звонила вы общались и я очень знаю смогу я не смогу моё это не моё а потом какой-то вот месяц ты выстрелила ты выстрелил он до бриллианта да ты сделать да я сразу же сразу за ними сделать квалификацию вот что послужило толчком к такому квантовому скачку а ты не думаешь что я просто спонсору ныло надо было да чтоб все так мыли а потом стреляли да да на самом деле у меня был момент такой был момент что я подумала что знаешь ты же не живешь один в колбе в банке вокруг тебя люди общество во первых это твой супруг это твои дети это твои ежедневные какие-то потребности какие-то дела и вот они когда они тебя засасывают то начинаешь у тебя вот все равно тараканы вот эти вот и негатив в голове все равно появляется возможно это был какой-то такой один момент и когда видишь я же начала этот бизнес казахстане там же не как сейчас все было компания тогда вообще неофициально работала компания неофициально работала продукты я помню свой первый я ждала два месяца а как ты думаешь как я должна была что должна была говорить такого что за месяц ты стрельнула до бриллианта я просто это не бывает так значит тумблер раз полетели поехали гагарин поехали вот что у тебя просто так же что произошло что-то тебе сказали что-то ты для себя там как бы включила я не знаю я помню тот момент когда елене такое говорила но в тот момент я пахала как папа карла это нет это не так что я сказала и типа сидела такая расслабленная я в тот момент впахивала но ну наверное какое-то было такое пятиминутное настроение настроение и я раз и вот ей что-то такое вот но но я прям работала очень сильно в тот момент я помню что я очень сильно работала в тот момент даже по моему прям сидела в чатах в 5 6 сейчас я кстати, в 36 чатах. Можешь себе представить? Можешь себе представить? Но мне нравится. Вообще, если тебе что-то не нравится, ты закончишься. Оно рано или поздно закончится. А у нас продолжается. То есть, у тебя это было, получается, был такой накопительный эффект, да? Ты много работала, вела людей, но результата не было. И в один момент они выросли. Я помню, я помню, я сильно злая была. Я не ожидала, но я работала, я работала. У меня же опыт. У меня опыт работы был. Я понимала, что я могу свои все знания как инструмент вложить. Я же на земле работала, в оффлайне. В принципе, у меня работала, там, пять месяцев. И когда не было результата, что-то как-то начало уже. И вот, наверное, это был тот момент. А Лена, кстати, не забудет. Она все время мне это говорит. Ну, это как бы, не знаю, потому что там для людей, ну, многие люди в такой ситуации. Смирнова Лена, да, тоже. Она два месяца там заказы не делала, а сейчас она в топ-10 компаниях. Ой, нет, я всегда заказы делала, кстати. То есть, ну, я к тому, что не растешь, не растешь, а потом что-то тебя отнимает. Кого ты увидел? Кто-то больше результат сделал. Ты такой, а что, я хуже, что-то? А знаешь, есть анекдот. Сейчас я тебе расскажу. В общем, женщина одна играла всю жизнь в лотерею. Играла уже, по-моему, там, пять лет, шесть лет, семь лет. Играет, играет в лотерею и думает, боже, дай мне, ну, когда ты мне дашь. Уже седьмой год пошел. А потом как-то раз в один день прекрасный. А, нет, сейчас, сейчас, сейчас. И ангел видит и такой пошел и говорит, боженька, ну, дай ей, пожалуйста, выиграть. Ну, дай ей миллион выиграть. Ну, и бог такой, ну, ладно, я тоже вижу, она бедная, столько уже, прям, знаешь, работает, столько ходит, столько денег истратила на эти лотереи. И тут раз в этот день женщина принимает решение не пойти и не играть в лотерею. Она устала, она уже не хочет, она вся, понимаешь, закончилась, как говорится. Ну, и, соответственно, и нету ничего. Это вот, знаешь, это что-то похожее, как... Так, мудрость даже, это мудрость. Вот какая-то даже, наверное, мудрость. Типа, ну, вот тебе должно быть, а ты не долбил, не докопал. Каждый день есть очень хорошее, знаешь, вот я вот, вот даже в тот момент я просто знаю вот это выражение, ну, как сказать, не выражение, а девиз у меня всегда был. Каждый день я утром встаю и говорю еще раз. Сегодня я говорю еще раз. Завтра я говорю еще раз. Послезавтра я говорю еще раз. И все. И так мы двигаемся. Тогда будет легче морально, если ты каждый день себе говоришь еще раз. И тогда как в этом, как сказать, мудрости, да, тогда уже, да, не анекдот, а как в этой мудрости в один прекрасный день у тебя, тебе воздастся, у тебя получится. Вот. Так, теперь мой следующий вопрос. Очень классный диалог, мне очень нравится. Мне тоже очень нравится. Прям душевно. Как будто на радиоэфире сидит, да, в радиоэрубке. Да, кстати, да, да, да. До стальджи, по-моему, ты. Кстати, да. Слушай, скажи, пожалуйста, о чем ты мечтаешь в жизни и двигает ли эта мечта тобой в бизнесе? О чем я мечтаю в жизни? Да, и мечта эта двигает тобой в бизнесе. Я когда-то читала книгу одну, хорошую такую, и там было написано, что в чем смысл жизни? Вот в чем смысл жизни? Сегодня я интервью провожу. Сегодня ты отвечаешь на вопрос, в следующий раз я позовольствием приму. Хорошо, тогда скажу сразу ответ. Давай. И мне так понравилось, как там было написано, что смысл жизни в счастье. Смысл жизни быть счастливым. Кто-то говорит, дети, кто-то говорит, родственник, кто-то говорит... Счастье руководит вас вови, да? Да. Ощущение счастья. Слушай, ну, блин. Понимаете, да? Это все Доминикана. Вот. А, ну, это ощущение быть счастливым тобой в бизнесе прямо двигает? Я ради этого работаю, это моя мотивация. А я сейчас несчастлива? Как ты думаешь? Я сейчас очень счастлива. Я прям очень-очень счастлива. Мне прям нравится все вокруг. Эти загорелые люди. Солнце, песок, как манка. Вода, как парное молоко. И как вот ты думаешь, что на моем месте другой человек долго счастлив? Конечно, да. Вот это меня и двигает в этом бизнесе. Вот она мечта. Любой человек хочет отдыхать, любой человек хочет путешествовать. А что еще в сетевом маркетинг? Ну, ладно, машину получить. Есть у нас машины? Есть. Ты, когда машину получаешь, у тебя есть ощущение счастья? Да. Есть. А когда ты квартиру получаешь, есть ощущение счастья? Есть. Даже когда дети в магазин берешь, да? Счастье не может быть в одном. Счастье не может быть в одном. Счастье везде. Слушай, ты прям философ. Ну, наверное, да. Классно, правда? Блин, прям. Давай теперь такой провокационный вопрос. Сколько раз ты пыталась бросить этот бизнес, что останавливало, если такое было? Честно. Сколько раз пыталась бросить бизнес? Бросить сетевой маркетинг. А, сетевой маркетинг? Да. Если такое было, то... Ну, если я сейчас скажу, что не было, то я буду вружка. Конечно, было. Было. И мне кажется, у любого человека такое. Ну, что отличает лидера от, значит, человека, который не стал лидером? Просто он ничем не отличается. Вот лидер от не лидера. Ой, то есть топ-лидер от обычного, который не дошел, возможно. Он ничем не отличается. Просто тот рано бросил второй. А первый он шел. И каждый день, как я и говорила, да? Нужно говорить сегодня еще раз. А что послужило тому, чтобы это не бросить? Мотивацию какую-то нашла, вспомнила о счастье, может... Знаешь, что послужило? Люди, дети, муж, там, команда. Ну, ты сказал, что я философ, правильно? Да. Не, не потому что я там философ, а просто я много читаю. Я, как бы, я много читала, я развивалась, у меня видение есть. Ну, как бы, вообще, все-таки, знаете как, нужно все-таки себя поразвивать, чтобы понимать больше. Когда у тебя есть понимание, ты не напрягаешься, ты себя не кушаешь изнутри, ты свободно дышишь. И у тебя нет такого негатива, который тебя приведет к прям кардинальным вот таким вот этим, ну, как сказать, все, брошу и больше не буду этим заниматься. Я просто к вам дядя Негра проходил, что-то пытался нам объяснить, но мы сказали, что все окей. И все. И получается, тебя это вот и останавливает, да? Если ты хочешь, ты вспоминаешь о том, для чего ты здесь, что здесь. Да, нет, у меня, видишь, в БСИ прям не так было, чтобы меня колбасило, я хотела прям бросить. В БСИ не было, да? Нет, такого не было, нет, нет. Ну, я же говорю, что я уже пришла с мозгами сюда, более-менее сетевыми. Да, да, да. С сетевыми мозгами человек, он, ну, я же говорю, что он, ну, как сказать, это колбасит кого? Это новичку. Да, у нас, кстати, иногда колбасит. Честно признаться, у нас колбасит. Выгорание бывает. Вот с этим я согласна. Выгорание, когда ты уже устаешь. Ну, представь, вот сейчас я говорила, что я в 36 чатах. Все что-то хотят. Все что-то хотят. Они думают, что есть какой-то секретный ингредиент. Я уже, ты знаешь, тот раз, я уже вырезала вот этот момент из кунг-фу панда, где Аист говорит, да, где Аист говорит, что а секретного-то ингредиента нет. Все очень просто. Все в тебе, посмотрите. Да, я вот уже этот кусок вырезала. Ты себе кидаешь? Нет, не кидаю. У меня есть на аккаунте пост прям про это. Я прям вырезала и написала секрет с Ануар Садыковой. Из этого мультфильма вырезала. И написала пост. Понимаешь, но когда я была новичком, да, каждую минуту, наверное, я хотела бросить. Это и отличает новичка от, как его, человека, которым, как сказать, сейчас. Ну, от того, от лидера. Опытного сетевика. Вот, опытного. А опытный сетевик это кто? Который поработал. Который опытный. Он брался, упал, поднялся. Да, упал, поднялся, встал. Мне очень нравится фраза, говорят, что взлет это, когда ты вот взлетел, да, это вообще не показатель. Показатель то, когда ты смог упасть, подняться и идти дальше. Ну, это характер, да, ты закаливаешь. И ты пока провел свои истинные намерения идти дальше, бороться за свое будущее. Закаляешься как лидер. Да, да, да. Закаляешься как лидер. И такое, как в бронежилете. Тебя уже ничего не берет. Да. Никакой отказ, ничего. Скажи, пожалуйста, а твой, это будет секретный ингредиент для некоторых, может быть, твой основной источник трафика в твоем бизнесе? Ну, это сейчас через социальные сети, естественно, основной трафик. Я даже, честно говоря, уже не понимаю, откуда идет. Страшно. Ты, короче, везде внедрилась, да? Да, да, да. YouTube, Insta, Facebook, VK. Нет, Facebook меня, VK нет. Вот, кстати, надо взять на вооружение. Ну, мне даже вот этой две социальные сети хватает. Я максимально пытаюсь быть такой, какая я есть. И я думаю, что люди... Людей же не обманешь же. Они все равно тебя просчитают, если ты как фальшивишь. Да, да. Какой-то... На ментальном уровне, да? Все считывают. Да, 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 да. И я рассказываю, какая я есть, я показываю, как я живу. То есть ты транслируешь свои ценности, семейные, бизнес, как лидера, да? Да, да, да. Я говорю, что со мной можно заработать, ну, со мной реально можно заработать. Что у меня большая команда, что у нас есть полностью все, система, все-все-все поддержки. Под ключ. Да, да. Только ленивый не заработает. Конечно. Вообще сейчас все так легко и все так доступно. Я же... Ты знаешь, как я раньше работала в офлайне? Я же листовки раздавала на улице, анкетирование проводила, лапшу эту наклеивала на остановке. Вас, ребята, вот эти страсти вообще не будут касаться. Сейчас новая эра сетевого, правильно? Да. Она вообще поменялась. Сколько я прошла. Сколько я прошла, смотри, и не бросила. А есть сейчас люди, которые приходят, в тепле сидят, из кухни там рекрутируют, да? С детишками ходят рядом, с мужем дома, кушать варят, ходят, работают. И я устала, ничего не хочу, все, у него прям выгорание какое-то, прям он хочет бросить. Это не его. Расслабились, блин. Ладно, спасибо за ответ. Слушай, такой философский вопрос, как ты любишь. Что ты посоветуешь себе 23-летний? 23-летний? Да. Какой классный вопрос. Слушай, сам придумал. Мастер задавания вопросов. Действительно, 23-летний? Да, ну, как бы, это, как бы, получается, это период, когда ты заканчиваешь университет, если ты учился, да, и такой, и вступаешь в взрослую жизнь, осознанную. Я бы... В 18-е, в 23-е, я считаю, этот самый такой, вот, чтобы уже из своего опыта, который ты уже приобрела, что ты себе той посоветуешь? Я бы себе посоветовала ничего не бояться, быть храбрее, быть храбрее. Посоветовала бы не оглядываться по сторонам, одеть шоры, как лошадка, и вперёд к своей цели, к своим. Если ты чувствуешь, я бы себе сказала, вот ты же слышишь свои амбиции, иди за ними, а не прислушивайся к советам чужим. Вообще к чужим советам, к чужим советам, к недобрым каким-то, неодобрительным каким-то взглядам на то, чем ты занимаешься. Потому что одно время меня звало, как бы, да, моё нутро что-то там делать, но я когда приостановилась... А сейчас бы я бы сказала, не смотри ни на кого, просто, просто делай то, что ты хочешь, и делай хорошо. Не останавливайся, не бойся никого, в общем, будь храбрее. Вот, у меня один минус, я была чуть-чуть трусливая. Вот, хотя я и с высшим образованием, и у меня очень много достоинств, но я чуть-чуть была... Я же всё-таки ребёнок советского времени. Ну, вообще предпринимательство, оно себе подразумевает риск, а в то время, как мы говорим, дети Советского Союза... Ну, это, наверное, с молоком матери, да, впитано? Да. Рисковать нельзя, стабильность, государство за тебя порешает, не рыпайся. Высовываться нельзя. Не рыпайся. Вот, высовываться. Накажут, если ты там что-то... Да, вот я боялась высунуться, быть лучше, я хотела быть, как все. Вот это и... Все равно. Да, 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 вот это и было минусом. Ну, то есть я не проявила все свои качества, все свои амбиции, я не реализовала. Вот, вот это, конечно. Ну, опыт приходит с возрастом, да, это мудрость, да, зато сейчас, и твои дети, самое главное, видят, как можно, как можно, как нужно, правильно? Да. И... А дети как губка, они же все испытывают, они сразу понимают, что я вот как мама, сразу. Да, сейчас я, конечно, стараюсь хотя бы свои уже знания, советы передавать своим детям. Класс. Ну, у меня буквально не пару вопросов осталось, как я тебе сказал, обманул. Да. Брунишка, один, последний. Угу, хорошо. Он, наверное, один из самых важных, наверное, для тех людей, которые сейчас рассматривают вообще прийти в бизнес, да, мы вот подошли к этому. Твои три базовые пожелания человеку, кто решил заниматься сетью? Угу. Кто решил заниматься сетью, кто пришел в этот бизнес, да? Да, или планирует прийти, вот три базовых вещи, три пожелания, совета от тебя, как от топ-лидера, который уже сделал результат, ты прошел этот путь. Угу. И чтобы его вот эта вся энергия не ушла вот в голову, то есть у нас как люди, они хотят, но действие у него в голове. Хочу, сейчас пойду, сделаю, скажу. И он вот это все в голове прокручивает, начинает сомневаться, чтобы это все перешло в действие. В действие. Вот такие вот физические. Не только изучать, а и делать. И потом, когда машина заведенная, горячая, если ты поедешь, то ты поедешь, правильно? Если на газ нажмешь, ты поедешь? Без сцепления отпустишь. Если ты на газ не нажмешь, то машина остынет, правильно? Так и с человеком происходит в нашем бизнесе. Вот когда ты горячий, нужно газовать. Да, нужно газовать. И тогда ты продвинешься на определенное количество, да. То есть ты когда эмоционально, ты уже прям вот горишь, пока фитиль, да, внутри. Газовать. На этом топливе. Газовать. Даже не надо книги читать, не надо тебе видео смотреть, газуй. Тебе нужно газовать. В процессе разберешься. В процессе разберешься. Практика. Главная практика. В процессе вы успеете самообразованием, будете по-любому заниматься. Даже если я сейчас буду говорить, что не надо, все равно. Но я рекомендую, пока ты горячий, прям газовать. Горячий, то есть принял решение и зажегся. Да, газовать не в том плане, что, как сказать, физически активные действия. Нужно попотеть. В прямом смысле, прям попотеть. В прямом смысле. Дать тебе шанс, прям вот херачить. Да, 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 да. Все делать. Херачить, херачить, херачить. Нужно прям себя потребовать, приоритет выбрать. Я вот как-то записывала видео, как все успеть. Меня спрашивали, потому что, как вот вы все успеваете. Я ничего не успевала, и сейчас я ничего не успеваю. Я просто приоритеты выбрала. Кушать, да, кушать, да, варить у меня не оставалось времени, что-то, какие-то фастфуды мы покупали. Детям я не уделяла время. А как ты, ты... У тебя две руки, две ноги, одна голова. Ты не сможешь разорваться. Я не супер-супер-женщина-кошка. Я тоже не успеваю. Но теперь у тебя есть время, наверное, и на детей. Конечно. Мы сейчас выезжаем. И на борщи. Мы, если я не успеваю, мы можем в ресторане покушать, в ресторане пообедать. Честно, это вот без фальши. Сегодняшний мой доход это позволяет. Честно. И с детьми, и там уроки посидеть. Просто благодаря тому я просто что расставила приоритеты правильно. Я просто поняла, что мне на этот отрезок времени, что для меня важнее. Я успею, посуда придет ко мне немытая. Это еще будет, она никуда не убежит. Это срочные дела. Это срочные дела, которые постоянно возвращаются. Это же не важные дела. Важные дела, ну, не буду рассказывать. Это ты один раз сделал, и все, ты к ним не возвращаешься. А срочные, это посуда немытая, это борщи твои, это полы надо помыть. Просто вначале я вот рекомендую газовать, пока машина горячая, тело горячее, да, на газ нажимать. Второе, значит, приоритеты расставить, что все, я пришла, я уже здесь. Некоторые говорят, ой, надо мной будут смеяться родственники. Я вас умоляю, в любом случае, если вы уже пришли в сетевой бизнес, и вы типа хотите скрыть, что вы не в сетевом, все равно все узнают. Ты все равно уже здесь, так делай уже тогда по полной. Все равно будут смеяться. Ну, не в полсилы, а вовсю. Ну, как ты говорила, в чем ораться, да? Либо делаешь, либо вообще не касаешься. Да, 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 да. Все равно все узнают. Вот я, например, я вот на радио работала, на телевидении, а у нас же как, у нас там вообще другой чуть-чуть контингент. Они такие, о, ты что, сетевым маркетингом занялась? Да, да, занялась. Я прям открыто при них прямые эфиры проводила, в микрофон, вроде бы в микрофон веща. А тут у меня, да. Понимаешь, я хотела все сразу, быка за рога. Все, если я делаю, то я делаю уже конкретно. И так, да, будет результат. Третий, а, новичку, да, который, а, тот человек, который пытается, ой, то есть разбирается с сетевым бизнесом. Или уже заходит, или принимает решение? Выбрать сетевую компанию, сетевую, не завуалированную финансовую пирамиду, а сетевую именно. Потому что у нас очень сейчас много замаскированных финансовых пирамид, которые, вроде бы, есть у них продукция, там, 5-6 продукций. А, видишь, новички же не понимают, они думают, а, есть продукт. Многие почему-то люди заблуждаются, думают, если есть продукт, значит, это все сетевой маркетинг. Почему я именно рекомендую сетевой маркетинг? Да, он может быть скучноват, да, он может быть вначале не даст больших денег. Но это стабильно, это надежно, это надолго, и вы не потеряете свой авторитет. И время. Да, авторитет очищать намного сложнее. Ну, да. Авторитет. Почему? Потому что если ты начнешь приглашать в финансовую пирамиду, а там рано или поздно все заканчивается, то в любом случае твои родственники или родственники родственников, или друзья родственников, они потеряют, и все это тебе бумерангом аукнется. Ну, то есть это твой авторитет. Зачем мараться и зачем терять его в глазах своих, не дай бог, даже близких людей, да. А в сетевом бизнесе все-таки продукция по доступным ценам, она, ну, если нас брать, да, натуральная, безопасная. То есть у нас миссия какая шикарная. У нас же вообще, мы же вообще-то какое дело делаем благородное. Понимаешь, ну, все равно люди чистят зубы, красятся, моются. Даже в войну женщины нужна помада. Да, а мы продвигаем здоровье. Вот оно богатство. Потому что здоровье, богаче человека нет, который здоровый. Здоровье вообще не купишь. Вот, вот, вот. Мы продвигаем здоровье через те же зубные пасты, помады. Вот, понимаешь? И поэтому я, я именно рекомендую выбрать сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг. Ну, разобраться там, как бы, там много уже, да, всяких штук. Все, что вы найдете, видео. Да. Как правильно выбрать компанию. Как правильно выбрать, да. Куча информации есть на ютубе, вообще в интернете. Главный критерий, продукция должна быть по доступным магазинным ценам. И по маркетингу, ладно, короче, это другая история, мы сейчас начнем. Вот, окей. Понял. Ну, слушай, со мной было очень классно, душевно, легко, самое главное. Я думаю, как тебе вообще вопросы понравились? Спасибо, дорогой, очень-очень. Мне прям особенно понравилось вот про 23 года. Окунулась на себя. Да, да, да. И сама задумалась. Я прям задумалась, даже не знала, что сказать. Вот, но самое главное, что ты нашла выход, да. Да, да. Первые мысли, они самые-самые-самые. Вот, я думаю, что будет вам, друзья, полезно. Поэтому обязательно смотрите этот выпуск, смотрите предыдущие выпуски. Здесь все, как и в нашей компании, натурально, без каких-то там фальш. Если вы сами видели, да, вот мы общаемся, как вот есть. Если... Мы хорошие, приходите к нам. Если вы говорите, было плохо, значит, было плохо. И мы говорим об этом. Было хорошо, мы говорим об этом. Надо, не надо, делимся секретами, да. Вот, как бы, понимаете, вам топ-лидер, который прошел от самого низа, да, там, горе, радости, печали, крым-рым и ременные трубы, вышел на пьедестал, где намба-ван, делится с вами советами. И в нашей передаче, которая называется «Наизнанку», всегда так будет, есть и без воды, только рекомендации. Потому что вам было полезно. До скорых встреч. Сандуй, тебе большое спасибо. Дай пять. Спасибо тебе, дорогой. Не последний раз, надеюсь, всем. Обязательно. Пока-пока. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok